Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. За наших волонтеры добровольческого сообщества собрали и отправили очередную партию груза в зону проведения СВО. Черкески пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений. Организатор тщательно конспирировал свои нелегальные действия. Начался досрочный период единой государственной итоговой аттестации. Сегодня сдали единый госэкзамен по русскому языку. Профессионалы Карачаева Черкесии, студенты ПЭД-колледжа, стали участниками чемпионата по профессиональному мастерству. Сегодня наступил священный месяц Рамазан. Всех мусульман поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В эти благословенные дни сердца верующих наполнены светом, чуткостью и милосердием. А Великий пост в Рамазан призывает к духовному очищению и нравственному обновлению. Желаю всем верующим мусульманам укрепить свою веру, наполнить и дела свои, и помыслы добром, благочестием, состраданием к ближним. Пусть ваши молитвы и устремления верующих будут услышаны. Мира и благополучия в каждый дом, говорится в поздравлении главы региона. Очередная партия груза, собранная стараниями волонтеров добровольческого сообщества «За наших», отправилась в зону СВО. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан состав гуманитарного груза пополнился весьма специфичным. Бойцы на передовой из нашей республики передали, что они планируют соблюдать пост. Ахмат Халкечев продолжит. Продуктовый набор подобран таким образом, чтобы еда на сухур была сытной, дабы энергии от нее хватило на весь день поста. Мясо сушеное, копченое, колбасы домашние и, конечно же, кууцай ранам. Ну а для разговора после долгого дня поста и есть финики. Помимо самого гуманитарного груза волонтеры добровольческого сообщества «За наших», в этот раз решили поддержать наших ребят еще и автотранспортом. Именно трехдверную Ниву, в народе прозванную «Каратыш», выбрали из-за того, что она должна быть менее заметной при осуществлении разведывательных мероприятий. Да и проходимость у нее хорошая, резюмирует руководитель сообщества Асхат Айсандыров. Нива 2011 года. Купили мы его за 300 тысяч рублей. Естественно, сделали техническое обслуживание так, чтобы она наших ребят не подводила. Лично я сам с ребятами на связи. Они до этого просили, но на то время у нас возможности не было. Решили вот с группой собраться, открыть сбор, купить. Сбор у нас был 321-600, мы закрыли. 12 часов ночи сбор. А если бы не закрыли, то еще больше было бы. Команду единомышленников, кроме простых людей и бизнеса, в их добрых стараниях активно поддерживает еще и республиканский штаб взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы убеждены, что тепло сердец земляков, передаваемое на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Карачаева-Черкесии совместно со следственными соследователями Республиканского следственного комитета при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений, расположенных в Черкесске. Во время обследования помещений стражи правопорядка обнаружили и изъяли около 40 единиц техники, предназначенной для проведения азартных игр – мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также в одном из подпольных клубов был задержан и организатор – 30-летний местный житель. Как установлено, злоумышленник очень тщательно конспирировал в свои нелегальные заведения. Попасть в них можно было либо по приглашению одного из посетителей, либо по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров рассылке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Температура ночью плюс 6, плюс 8, а днем – 11-13 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной – понедельник. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатна. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2-й этаж. Телефон 8-952-836-47-03. С начала проведения специальной военной операции Россия находится под сильнейшим давлением стран Запада, стремящихся любыми усилиями ослабить нашу страну. Не достигнув своей цели военным путем, коллективный Запад старается внести раскол в многонациональный мир и разжечь ненависть внутри страны. Под контролем европейских и американских структур в Европарламенте и в Брюсселе прошел форум свободных народов России, в ходе которого участники в своих докладах призвали к осуждению на международном уровне действий России. И наряду с другими призвали черкесское население Северного Кавказа отказаться от участия в СВО, саботировать действия России и стремиться к созданию независимого государства. На базе пресс-центра ГТРК Карачаева-Черкесия состоялось собрание представителей общественности, участие в котором приняли уважаемые представители черкесского народа. Из числа должностных лиц, органов власти, журналистского корпуса и общественных объединений. В своих выступлениях они осудили действия зарубежных активистов. По разжиганию межнациональной розни в России призвали народы Карачаева-Черкесии к сплоченности. На фоне героического участия жителей республики в СВО присутствующие заявили о полной поддержке действий российского государства и недопустимости использования черкесского вопроса для внесения раскола в межнациональный мир на Кавказе. Сегодня стартовал досрочный период единой государственной итоговой аттестации. 119 учащихся примут участие в досрочной сдаче ЕГЭ. Сегодня сдавали экзамен по русскому языку. Данный предмет является одним из массовых экзаменационных испытаний. По словам членов Государственной экзаменационной комиссии, задания по ЕГЭ немного отличаются по сравнению с прошлым годом. В целях объективного проведения экзаменационной кампании досрочного периода все аудитории оснащены системами видеонаблюдения и средствами подавления подвижной связи. Сами учащиеся серьезно готовились, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Участниками досрочного периода являются учащиеся, которые уже закончили школу, то есть выпускники прошлых лет, учащиеся средних профессиональных образовательных организаций, либо ребята, которые учатся в школе, заканчивают 11 класс, но по каким-то уважительным причинам в основной период не смогут участвовать в экзаменах. Отличий по процедуре проведения государственной итоговой аттестации не предполагается. Конечно же, ежегодно в сами задания по каждому предмету разработчиками вносятся изменения. В частности, самое большое количество изменений у нас внесено именно по русскому языку. Здесь у нас поменялись и структура экзаменационных материалов, поменялись максимальное количество баллов по некоторым заданиям, соответственно, и первичные баллы. Особого времени на подготовку не было, но я старалась готовиться. До срок я попала, потому что я не успела сдать в декабре, и пришлось записаться на досрочно. Багаж знаний, полученный в педагогическом колледже имени Умара Хабекова, студенты-участники чемпионата по профессиональному мастерству профессионалы Карачева-Черкесии 2023 продемонстрировали опытным педагогам. Региональный этап проходил в три дня и завершился сегодня. О будущих педагогах репортаж Аллы Динаевой. Участники чемпионата, сегодняшние студенты педколледжа и уже завтрашние педагоги, они показали полученные знания и тема одного из уроков «День космонавтики», который в нашей стране отмечается 12 апреля. Уран – это седьмая планета от Солнца. Планету украшают тонкие, едва заметные кольца. Также Уран – это огромная ледяная планета. Форум «Моя будущая профессия», а также конференция и интеллектуальный марафон на различные темы и на разных площадках. В завершающий день регионального этапа чемпионата проходили по профессиональному мастерству и не только на русском языке. Уверенно выступив в завершающем этапе, участницы делятся впечатлениями и рассказывают, почему они выбрали профессию педагога. Вообще, сами конкурсные задания построены так, чтобы мы, как будущие профессионалы своего дела, могли в полной мере показать все эти знания, умения и навыки, которые приобрели за четыре года учебы в нашем колледже. Безусловно, участие в этом конкурсе – это очень сложно, но вместе с тем этот конкурс помогает мне совершенствоваться, а также получать новый опыт. Данный конкурс помогает мне успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов. Мы работаем над реальными задачами и проблемами, которые могут встретиться в педагогической сфере. Для меня это уже не первый опыт принятия участия в таком мероприятии, так как я уже пробовала себя в роли волонтера. И тогда я захотела попробовать себя в роли конкурсанта. У Карины Аюбовой бабушка, мама, тетя – педагоги. И именно они повлияли на выбор профессии девушки. Моя мама и ее сестра работают по сей день в школах учителем начальных классов. Видя, как они любят свою профессию, я тоже решила стать учителем. Было не случайно. Выбор профессии был предопределен мною с детства, потому что я в детстве очень любила играть в школу с друзьями, с подружками. Именно поэтому я поступила в педагогический колледж. Работу участников чемпионата профессионала Карачева-Черкесии оценивали эксперты – опытные учителя из различных школ. У будущих педагогов есть прекрасная возможность проверить себя на практике. И они достойно выполняют задания чемпионата, показывают хорошие знания, умения, навыки, которые получили в педагогическом колледже. И это, конечно, опыт. И этот опыт отлично пригодится им в дальнейшей педагогической деятельности. Аладинаева, Светлана Кокова, Расул Бердиев, Вести, Карачева-Черкесия. Нанотехнологии и беспилотные автомобили – секреты памяти. В Черкесске прошло интеллектуальное соревнование «Ученый говорит». В нем участвовали молодые ученые России, а зрителями выступили студенты ведущих вузов республики. Подробности у Али Баташева. Беспилотный автомобиль – это автомобиль без водителя, который при этом полностью беспилотный, полностью автономный автомобиль. Автомобиль без водителя, который может без водителя самостоятельно передвигаться где угодно. Сфера научных интересов доцента Московского политеха и кафедры автомобиля Майи Юрия Фурлетова – беспилотный автомобиль. Задача каждого молодого ученого – донести свою позицию увлекательно, просто и доступно. Регламент выступления – не более 15 минут. Главным жюри интеллектуального баттла выступают зрители. Их уровень аплодисментов и живой реакции определяют сильнейшего оратора. Очень новый формат, и это действительно очень интересно. И с элементами просветительской деятельности на нас будут смотреть студенты. Разговаривать надо не таким сухим языком, а более понятно для молодежи. Я считаю, что это очень важно с точки зрения именно восприятия. И уверен, что многие молодые люди, которые на нас посмотрят, они впоследствии, может быть, выберут мою тему для своих научных исследований. Тем самым я сделаю вклад в науку. «Сквозь огонь, воду и нанотрубу» – так называется доклад ученого материаловеда инноватора Исколкова Дмитрия Кузнецова. Формат запущен был уже в прошлом году, но в этом году приобрел новые краски. Соответственно, это ученый говорит от Российского общества знания. Мы здесь как ученые, какие-то бизнесмены, какие-то имеем свои вот эти моменты, о которых можем рассказать школьникам и студентам и поделиться своим опытом. И все проходит в достаточно интересном, интерактивном формате. Всем, я думаю, будет очень круто и приятно послушать. Молодые ученые Анна Бондаренко и Ирина Ледаен рассказали о свойствах памяти и карьерном пути будущих научных сотрудников, чем вызвали живой интерес среди студентов. Мне очень нравится это мероприятие. Оно оказалось очень познавательным и полезным, особенно для тех, кто занимается наукой. А что полезного можно почерпнуть здесь, молодым ученым? Полезное то, что с нами делятся своими знаниями спикеры, которые уже были в таких ситуациях, в которые мы попадем, и мы уже подготовлены к этому всему. Ответущий хочу вам пожелать, чтобы вы не просто знали, но и понимали, что вы делаете, для чего вы делаете, что вы узнаете, для чего вы узнаете, чтобы в конце концов у вас появилась миссия. Конкурс «Ученый говорит», организованный Российским обществом знания, проходит в 85 регионах России и имеют целью популяризацию научного знания среди молодежи. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Акушерка». Всего доброго, до встречи.